Деоккупацию Донбасса можно провести без привлечения военных, считает министр внутренних дел. Во время экспортного форума глава МВД презентовал стратегию восстановления территориальной целостности Украины и освобождения Донбасса. По плану в операции примут участие миротворцы ООН и около двух тысяч полицейских. При этом процесс деоккупации предусматривает несколько этапов. Сначала проведение местных выборов, а затем восстановление полноценной жизни людей. Пообещал министр и амнистию тем, кто не участвовал в боевых действиях. Нормальное образование, нормальная подача горячей воды, газа, ремонт дорог, мостов, школ, гражданские права, украинские паспорта, доступность к образованию, доступность к медицине. В Горловке выводятся все подразделения вооруженных сил Российской Федерации, все незаконные банды формирования. Туда заходят украинские пограничники вместе с миротворцами, становятся на границе района. В Горловку заходит скромный человек в гражданском костюме с украинским флагом. Это представитель юстиции Украины. И объявляет по украинским законам. Не важно, кто победит на этих выборах. Важнее то, что эта власть будет местная легитимна и позволит нам сформировать переходные администрации. Экономические реформы, измисление экономических наших возможностей, рост вала внутреннего продукта – это главные знаки обороностатности нашего государства. И эта проблема, которая потребует решения. Только сильная Украина примусить рассчитывать свои национальные интересы. Само поэтому такую страну мы должны с вами побудовать. Продолжение следует...